МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Время новостей на телеканале Север. В студии Ксения Носова. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Еще один человек скончался от коронавируса. В печальной статистике региона уже 7 летальных исходов. За минувшие сутки зарегистрировано 6 новых случаев заболевания. Деловой центр или зал торжеств. Что же все-таки построить на улице с Медовичем, рядом с почтой и храмовым комплексом? Юные экологи из поселка Красное продолжают удивлять своими успехами не только своих преподавателей, но и мировое научное сообщество. Один человек скончался. Это уже седьмой случай летального исхода от коронавируса на территории региона. Выявлено 6 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. На учете в Управлении Роспотребнадзора состоит 218 человек, близко контактировавших с заболевшими. Телеканал «Север» провел пресс-конференцию для региональных средств массовой информации на тему заболеваемости коронавирусом в регионе и вакцинации населения. На вопросы представителей СМИ ответили заместитель губернатора Ненинского автономного округа, руководитель аппарата администрации Андрей Блащинский и руководитель Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Елена Левина. Они рассказали, что в округе от ковида привились более 10 600 человек. Из них завершили вакцинацию около 9 000. Привиться от коронавирусов можно в поликлиниках Наринмара и поселка Искателей, в медучреждениях, в сельских населенных пунктах. В регионе в наличии есть три вакцины – «Спутник Ви», «Эпивак Корона» и «Ковивак». Вакцинироваться можно любой из них при отсутствии противопоказаний. Какая из этих вакцин пользуется большей популярностью среди населения? Изначально все вакцины пользовались только на лицах до 60 лет. Сейчас все вакцины разрешены лицам старше 60 лет. Те лица, которые имеют хронические заболевания, с ними детально прорабатывают вопрос доктора. То есть выбор идет, исходя из основного статуса. То есть какого-то предпочтения, я не скажу, что кто-то что-то конкретное выбирает, только это, никакое другое. Все исходит из исходного состояния. Все вакцины востребованы у нас каждый день. И «Спутником» прививается, и «Эпиваком», и «Ковиваком». Как отмечают специалисты, темпы вакцинации увеличиваются. В прививочных кабинетах вакцинируется в среднем по 65 человек в день. За весь период прививочной кампании регион получил из Федерального центра порядка 17 тысяч комплектов вакцин. На сегодняшний день препараты в наличии в достаточном объеме – порядка 6 тысяч комплектов. Участие в пресс-конференции смогли также принять жители округа, которые задавали свои вопросы в социальной сети ВКонтакте. Один из вопросов касался достоверной официальной статистики по заболевшим. Как сказала Елена Левина, с начала пандемии в округе зафиксировано 1200 случаев заражения ковидом. 1134 человека выздоровели. Умерло 7 пациентов. Из тех лиц, которые имели вакцину и заболели, на сегодняшний день их 43 человека, 9 из них получили стационарное лечение, все остальные в легкой форме перенесли заболевание в амбулаторном режиме. Из тех лиц, которые заболели и получили стационарное лечение, это те лица, которые прививались в более ранний период. Это лица, которые у нас вакцинировались в первую поставку вакцины в октябрь месяц. То есть у них уже прошел период 6 месяцев, то есть иммунитет пошел на снижение. И заболевали те лица, которые сделали первый этап вакцины и вот как раз поймали инфекцию. Среди вакцинированных умерших у нас не зафиксировано. Темпы распространения инфекции в округе набирают обороты. Если в мае было выявлено только 14 случаев заболевания коронавирусом, то в июне уже порядка 100. Вакцинация – это единственный способ остановить распространение инфекции и сохранить здоровье. Прививочная кампания, она идет еще с Советского Союза, кто помнит. То есть здесь ничего нового никто не придумал. Мы всегда прививались. Ребенок там рождается, прививается от оспы, от кори. Эти прививки всегда идут. Но почему-то вот коронавирусную инфекцию решили возвести в статус чего-то инопланетного просто. Мы всегда прививались. Это всегда было. Ничего нового не происходит. Напомним, записаться на вакцинацию можно через портал Госуслуг, либо в своей медицинской организации. По субботам вакцинироваться можно без предварительной записи в городской поликлинике и поликлинике поселка Искателей. В необычном формате прошла встреча главы региона с выпускниками городских школ. Юрий Бездудный предстал перед экзаменационной комиссией школьников и ответил на вопросы, предложенные в билетах. Проверяли нешкольные знания. В билетах вопросы, которые интересуют молодёжь. В экзаменационной комиссии представители всех школ города Наринмара. Один из вопросов касался создания новых специальностей для получения профессий в средних профессиональных учебных заведениях округа. В самое ближайшее время будут востребованы специальности именно рабочие. Почему? Потому что в округе запускается два крупных инвестиционных проекта, которые потребуют большого количества, если так сказать, рабочих рук, рабочих специальностей. И в этом смысле мы с одним из партнёров нашим отрабатываем вопрос, чтобы в наших средних специальных учебных заведениях появились именно те специальности, которые будут востребованы на строительстве этих объектов. Во время встречи выпускники предложили главе региона подумать о создании в школах профильных классов уже в среднем звене, начиная с пятого класса. А не так, как это происходит сейчас, когда профильная специализация вводится для старшеклассников. По мнению ребят, это позволит школьникам достичь больших успехов в учёбе и школьных олимпиадах. Действительно, это очень интересно. Тем более, что когда ребят начинают профилем заниматься достаточно рано, они формируют такую направленность, они уже понимают, какие им предметы нужны, какие не нужны. Но здесь очень многое зависит от родителей, согласитесь, это же они чаще всего выбирают. С пятого пока профильных классов нет. Но идея ваша очень интересная, и давайте мы её проработаем. Выпускники даже говорят, что готовы вернуться в округ после окончания высшего учебного заведения, чтобы преподавать в таком профильном классе. Почему не сделают питание в школе бесплатных для всех классов? Ответ простой и понятный, потому что это очень дорого. Сегодня у нас бесплатное питание с первого по четвёртый класс. И даже этот шаг требовал очень серьёзных финансовых средств для того, чтобы перейти. Но сказать, что в следующем году мы перейдём на питание для всех школьников, я не буду вас обманывать, это не так. Пока сохранится эта инициатива президента, я не скрою, обеспечить бесплатным питанием школьников по четвёртый класс включительно. Пока так, и я очень надеюсь, что мы сейчас пока будем вытаскивать качество. Будем брать не количество, а именно поднять качество, потому что именно с первого по четвёртый очень важно заботиться о качестве, потому что дети растут, формируются. Вы уже взрослые люди, и вы уже сможете определять, что вам кушать, что не кушать. А в первом классе, если ребёнок побежал и нормально не поел, купил сникерс, ну что с этого будет? Выпускники задавали вопросы главе региона не только на школьную тематику. В частности, их интересовали вопросы экологии, дорожного строительства и в целом развития региона. Елизавета Кабанова, Леонид Шишелов, Владислав Носкин, Телеканал Север. В конце этого года в центре Наринмара по улице Смедовича откроется деловой центр. Офисы будут расположены в здании, где изначально планировалось открыть зал торжеств. По словам компании-застройщика, внешний вид здания не будет портить вид исторической части города. Александра Литкова расскажет подробнее. Этот земельный участок площадью более 700 квадратных метров в центре Наринмара в районе исторического здания почты и храма в 2018 году был предоставлен компаниям «Верса-М» и «Техноконтроль», которые в 2021 году планировали построить здесь зал торжеств за счет собственных средств. Но в силу определенных причин стройка была заморожена. А весной этого года застройщики продали право аренды земельного участка и недостроенный объект за полярно-сервисной компанией. 13 апреля текущего года этот объект был продан компанией за полярно-сервисной компанией Общицей с ограниченной ответственностью, которые обратились к нам в этом году в апреле и оформили договор аренды с 13 апреля 2021 года по 12 апреля 2024 года однократно под завершение строительства, под объект незавершенного строительства возможно предоставление земельного участка однократно. Как пояснили в заполярно-сервисной компании, полностью разбирать уже построенный корпус сооружения они не будут, но некоторые изменения все же произведут. Поменяется и назначение здания. Вместо зала торжеств планируется открыть деловой центр. Строительство делового центра начнется в ближайший период. Закуплена вся необходимая материальная база. Окончание строительства планируется к концу этого года. По словам директора компании-застройщика, внешний вид здания не будет противоречить историческому облику Нарьенмара. Александра Литкова, Леонид Шушилов, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Будущее планеты в надежных руках. Юные экологи из поселка Красное продолжают удивлять своими успехами. О новых достижениях Анастасия Соболева поделилась с Катриной Тайбарей. Уже шесть лет Анастасия является членом научного общества «Первое открытие» и активно ведет научную деятельность в сфере экологии. Девушка из поселка Красное занимается восстановлением разрушенных ландшафтов тундры. В ноябре 2020 года она стала абсолютным победителем в научном форуме молодых исследователей «Шаг в будущее». По результатам этого конкурса Анастасия получила возможность участвовать в Международной научно-технологической выставке в США. Конкурс США проводился в дистанционном формате. Была организована специальная платформа с просто великолепным интерфейсом. Все там было организовано на высшем уровне. Мое направление – естественные науки. В нем самое большое количество участников собралось – 128. Там были очень хорошие призы. 30 миллионов долларов призовой фонд насчитывал. И за всю историю ICF это был самый большой конкурс именно по количеству участников. За процессом участия Анастасия в научных форумах пристально следили и помогали в работе преподаватели школы. Это был довольно длительный процесс. Он проходил не за один день. Это было в течение нескольких месяцев, когда девочке необходимо было создать несколько презентаций о своей научной работе, видеоролик, снять материалы. Соответственно, сама работа отправлялась и еще полностью переводилась на английский язык. И Анастасия сама свою работу тоже полностью, естественно, защищала на английском языке. Участие в выставке научных работ в США спонсировало охранное агентство «Бикет». Анастасия поделилась с нами, что научная деятельность поможет ей в дальнейшем, ведь свою жизнь она хочет связать с экологией. Научное общество на базе школы существует уже 8 лет. За это время учащиеся уже проявили себя на высоком уровне. Они становятся победителями и призерами в престижных конкурсах. Благодаря педагогам удается поддерживать интерес ребят к науке. Успехами девушек гордится и директор школы. Уже много лет подряд наши девочки выезжают сначала в Мурманск на северо-западный этап форума «Шаг в будущее». Затем уже по его итогам некоторые выдвигаются и ездят. Ездили на всероссийский уровень, это уже город Москва, тоже форум «Шаг в будущее». В этом учебном году ученицы Красновской школы Анастасия Соболева и Александра Ирбаева принимали участие в отборе для обучения в рамках проекта «Большие вызовы». Успешно пройдя тестирование, девушки в скором времени отправятся в образовательный центр «Сириус» в город Сочи. А их старшая коллега, выпускница школы Алена Телкова, уже прошла такой курс на базе образовательного центра. И в июле этого года отправится на защиту своего научного проекта. Телеканал «Север» желает девушкам дальнейших успехов в научной деятельности и новых побед. Очередная смена творческих каникул подошла к концу. В Центре развития и досуга «Элит» прошел отчетный творческий концерт юных артистов. На месте событий побывала наша съемочная группа. Василий Хатанзейский продолжит тему. С танцами, песнями и показательными выступлениями на пилоне в Центре развития и досуга «Элит» прошел для родителей отчетный концерт воспитанников, посещающих летний лагерь. «Сегодня у нас состоялся отчетный концерт, мини-отчетный концерт для родителей, которые отдали своих детей на летние танцевальные сборы в наш центр. Непосредственно три недели прошло, и мы отчитываемся за то, чем мы были заняты здесь с детьми». «А что было вообще на протяжении?» «Ну, вообще, если кратко, то мы каждый день ежедневно встречали детей, проводили разминку, проводили линейку, общий сбор, распределяли, кто чем будет заниматься. Потом начинали мастер-классы, обеденный перерыв. Мастер-классы подразумевают, что по танцу, по кулинарии, по декоративно-прикладному искусству, по актерскому мастерству». Ежегодно в арт-пространстве центра проходит летний лагерь, где подрастающее поколение прокачивает свои навыки в творческих направлениях. По чутким руководствам вожатых, ребята на протяжении трех недель ежедневно посещали различные мастер-классы. Для вожатых работа с юными артистами – это также приобретение новых навыков и опыта. Благодаря тому, что начинающие преподаватели разрабатывали самостоятельно все мастер-классы, они повысили свои компетенции в работе с детьми. «Сначала дети делали разминку, они знакомились со всеми, потом были мастер-классы по танцам, затем мы сами проводили развлекательные часы с вожатыми и проводили мастер-классы. На разные направления, например, делали маски, банданы и многое другое». На протяжении трех недель летний творческий лагерь посещали более 20 детей. За этот период некоторые ребята проявили себя максимально активно и стали лучшими воспитанниками первой смены. «Мы проходили разные квесты, участвовали в всяких викторинах, танцевали и тому подобное». «А что-то нового ты себя узнала?» «Да, мы выучили много направлений танцев, узнали историю праздников и, в общем, очень хорошо отдохнули». У выпускников творческих каникул остались самые лучшие воспоминания о лагере, и ребятам даже грустно расставаться. «Да, мне понравилось. Мы танцевали, разные виды танцев, мастер-классы были». Ну а лагерь продолжает свою работу дальше и уже готовится к новой творческой смене. Подробную информацию о дальнейшей работе лагеря можно узнать на официальной страничке Центра Элит в социальной сети ВКонтакте. Василий Хатанзейский, Вадим Стасюк. Телеканал «Север». На этом у меня всё. Далее смотрите прогноз погоды.